здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучая pvk-контроллер попробуем написать простенькую программку создадим новый проект в этом проекте не будем сохранять изменения будем писать программку для pvk-контроллера полосе 100кл язык программирования cfc давайте попробуем здесь создать функциональный блок нажимаем правую кнопку мыши добавить объект выбираем функциональный блок присвоим ему имя скажем в английской будем писать на языке программирования st окей вот тут я уже писал программку это у нас функциональные блоки которые я использовал сейчас их сотрём это у нас выходные переменные стираем и это у нас входные переменные пока таки оставим у нас будет переменная а тип bo еще объявим переменную x здесь двоеточие тип real . запятой дальше объявим выходную переменную вот у нас входные перемены здесь у нас будет выходные перемены объявим выходную переменную скажем переменная y двоеточие тип тоже real . запятой и попробуем здесь написать простенькую программу это вот у нас функциональный блок напишем if если переменная а равна единице то зен то переменная у нас будет переменной x здесь поставим точку запятой и здесь напишем and if так вот здесь по моему нам нужно поставить двоеточие заходим онлайн режим эмуляции отключаемся вроде ошибок у нас не выдала наша программа онлайн отключение переходим к написанию программы здесь выбираем элемент обозначаем его как буквка f как обозначили функциональный блок вот у нас функциональный блок появился и здесь присвоим ему имя скажем v1 нажимаем enter v1 тип v окей вот у нас редактор объявления переменных и функций появилась такая функция функциональный блок дальше возьмем переменную допустим переменной а 1 здесь у нас будет тип переменной бул окей дальше возьмем переменную скажем переменная x2 x2 и тип переменной выберем реал реал окей окей и здесь ставим переменную переменную скажем y2 y2 и тип переменной тоже будет у нас реал окей и давайте посмотрим что мы функциональном блоке написали мы написали если а равно единице то мы значение x присваивается y давайте проверим как эта программа у нас работает онлайн подключение и смотрим здесь значение x2 присваиваем допустим 100 окей нажимаем старт программы старт программы и здесь присваиваем значение истины записать значение вот у нас здесь 100 снимаем сигнал ложь записать значение вот у нас здесь 100 здесь мы пытаемся поменять сейчас значение допустим 50 50 окей онлайн записать значение и вот у нас значение сюда 50 не записалось пока здесь на этом входе не появится true истина онлайн 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 записать значение онлайн записать значение появилась true и здесь появилась онлайн онлайн записать false отключимся и здесь мы еще можем допустим какую-то операцию сравнения если здесь мы поставим знак меньше и поставим следующее скажем так скажем так и здесь какую-то переменную объявим булеву скажем переменная ну пусть у нас будет переменная а2 и булки здесь мы можем поставить x2 например x2 это будет у нас значение измеренное а здесь у нас будет y2 значение уставки подключение смотрим что у нас здесь происходит допустим здесь мы ставим 100 так вот здесь вот левая кнопка мыши щелкаем появляется такая табличка здесь можем задавать значение допустим зададим значение 100 окей онлайн записать значение либо контуром плюс f7 записываем значение дальше здесь у нас появится 100 только после того как здесь у нас будет сигнал истина записать значение и нажимаем старт программы не забывай нажимать старт программы вот появился здесь 100 здесь вот сейчас сделаем и вот у нас такие значения появились здесь то есть это у нас как бы получается измеренное значение это значение уставки если вдруг по каким-то причинам у нас это значение поменялось поменялось допустим здесь стало 50 окей дописать значение то здесь на выходе уже появляется сигнал таким способом мы можем реализовать программу допустим у нас какая-то температура изначально мы нажимаем кнопку запомнить сюда сюда и если произвели сошли в течение какого-то времени изменения допустим меньше 50 градусов у нас стало то у нас выдает сигнал аварию вот тут как бы основная задача была потренироваться попробовать написать программку совместить язык программирования ст здесь вот написано элемент if у нас здесь и здесь программка как бы немножко потренировались написали программку можно зайти здесь визуализацию создать визуализацию добавить объект ему какое-то имя допустим буква n и здесь взять кнопку нажимаем левая кнопка мыши и тут растягиваем кнопку здесь введем текст например запомнить так сейчас запомнить шрифт сделаем немножко покрупнее ок цвет можем сделать например синий ок вот переменная кнопка нажимаем f2 и это у нас будет переменная a1 ок ок так еще раз травы рисунок цвет давайте сделаем зеленый и тревожный цвет давайте сделаем красный ок 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 чуть-чуть больше сделаем кнопку так смотрим программу кнопка а1 у нас запомнить теперь значение x2 здесь в визуализации сделаем движочек здесь можно взять этот прямоугольничек отредактировать нажать два раза левая кнопка мыши цвет заливка скажем пусть тоже наверное будет зеленый ок сделаем его на задний план вот на его плане у нас будет движочек такой два раза левая кнопка мыши по движочку максимум минимум 0 максимум сделаем 100 и перемена здесь нажимаем F2 выбираем переменную F2 ок так теперь давайте попробуем что мы еще можем здесь давайте возьмем тоже прямоугольничек здесь его растянем щелкнем по нему два раза левая кнопка мыши текст здесь введем знак процента S маленькая S маленькая обязательно S маленькая так текст вот переменные 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 вывод текста нажимаем F2 и здесь выведем значение переменной Y2 попробуем вывести значение ок так еще раз два раза левая кнопка мыши текст текст шрифт выберем побольше где-то где-то 28 можно выбрать и цвет выберем наверное давайте красный выберем и очень жирный сделаем ок так здесь у нас форма текст цвета и цвет заливки ну давайте сделаем тоже зеленым ок ок вот что у нас получилось попробуем подключиться старт программы и вот двигаем движочек запомнить вот у нас значение запомнилось двигаем движочек вниз запомнить вот значение запомнилось вверх запомнить запомнить значение мы можем еще какую-то операцию сравнения сделать можно отключиться сейчас взять еще один прямоугольничек наблюдать скажем так изменения челкаем в два раза левая кнопка мыши текст знак процента с переменные переменный вывод текста f2 допустим это будет переменная x2 чтобы мы могли ее наблюдать текст шрифт ну сделаем тоже крупный жирный ну скажем так же красный ок и цвета заливка ну тоже наверное зеленый ок ок пробуем подключиться старт программы нажимаем и наблюдаем здесь значения у нас изменяются до 100 до 100 и вот запомнить да это же значение сюда запомнить отключаемся 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 попробовать какой-то сигнал об аварии вывести который у нас там был допустим эллипс два раза левая кнопка мыши по эллипсу цвет так цвета обычный цвет допустим будет зеленый тревожный цвет красный так переменные цвета цвет цвет заливки цвет рамки так вот здесь немножко уже подзабыл так тревожный цвет заливки положение переменные вот переменные изменения цвета нажимаем F2 и выбираем вот эту ой переменную я хотел выбрать нажмем еще раз F2 и переменная у нас выходная переменная вот у нас A2 по моему окей смотрим тревожная переменная у нас которая выдает сигнал в аварии тогда переменная A2 пробуем подключиться старт программы не забываем вводим какое-то значение запомнить так если у нас значение меньше этого значения то засвечивается авария значение стало таким же как уставка или больше авария не высвечивается когда меньше высвечивается авария снова выводим вверх запомнить если меньше 17 то авария больше нет аварии сюда допустим так запомнить меньше 74 авария выше 74 нормально ну пожалуй на этом наше небольшое видео и завершим спасибо спасибо